ЛОВИСЬ НЕДВИЖИМОСТЬ БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ТОРГАХ ПО БАНКРОСТВУ И НЕ НАТКНУТСЯ НА ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ЛОВКОСТЬ РУКО НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗАЧЕМ БРОКЕРАМ ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ Он трубку не берет. Иногда начинает, когда ты его много-много звонил, у тебя ставят просто блокировку. Знакомьтесь, Дмитрий Смелов. Он брокер на торгах по банкротству. С молотка, точнее, с щелчка компьютерной мышкой, может купить бытовую технику, автомобили, квартиры и даже заводы и пароходы. Причем в разы дешевле рыночной стоимости. Если поначалу Дмитрий приобретал имущество для себя, то теперь помогает другим. Мы предложили 5 миллионов 900. Но фактически в три раза дешевле вы купили, чем выставлялась эта техника. Да, практически в три раза дешевле. С дисконтом получается 9,5 миллионов. Этот бетонный насос приехал в Калининград из Краснодара. Такое приобретение, да еще со значительной скидкой, для владельца бетонного завода Зигфрида Петера оказалось удачей. Вылев стрелы у этой техники 42 метра. То есть мы можем любой объект взять, который там монолитные объекты, на 9-10 этажей. То есть можем работать уже. До этого у нас этой возможности не было. Покупать такой лот на торгах по банкротству Зигфрид самостоятельно не решился из-за сложности процедуры. Он вот говорит, на, подписывай. Я говорю, это все? Да, все. Я говорю, а где оригиналы? Он говорит, оригиналов нет, есть ксерокопии, заверенные мной. Вот и все. А нам-то деваться некуда было, мы-то уже приехали его забирать. По закону, такой нерадивый конкурсный управляющий может даже угодить за решетку, предупреждает московский юрист Денис Гудков. Говорит, хотя с вводом электронных торгов лазейк для мошенничества стало меньше, нарушения все еще есть. В случае, когда эти торги проводятся с использованием указанной электронной площадки, каким-то образом эти лица, те, кто должен, по идее, купить за определенную стоимость, им даются определенные преимущества за счет вот этого контакта с электронной площадкой. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Что, часто приходится так рано просыпаться? Я знаю, что вы бегом увлекаетесь сейчас на рыбалку. Когда есть свободное время, стараюсь проводить на рыбалку. Кого ловить будем? Я вам помогу. Едем на море, посидим на комбалу. Дмитрий Смелов – рыбак. Давнее увлечение сейчас ему помогает в работе на электронной торговой площадке. И там, и там нужна выдержка. Поэтому постигать профессию брокера едем на берег Балтийского моря. По дороге Дмитрий рассказывает о самом крупном своем улове. Прям в одно время, в одну минуту надо было провести 17 лотов, 17 торгов. Одновременно. Что это было? Это были земельные участки. Клиент сказал, я покупаю их все. И мне надо было закачать 17 пакетов документов разом на одну площадку. Потому что это вот одновременно на площадке 17 лотов начинались и заканчивались в одну минуту. Это надо было все подготовить. Я не спал двое суток. На берегу убираем тихое место. Подальше от конкурентов. Так больше шансов выудит добычу покрупнее. Сейчас разберем удочки, свяжем снасть. Все быстро. А вообще в вашей работе подготовка тоже имеет значение? Когда видите хороший лот. Да, совершенно верно. Подготовка и тактика, и разработка самой стратегии. Это на каждой лот, на каждой площадке это отдельно. Ага. Ну давайте готовиться. Для участия в торгах по банкротству достаточно пройти регистрацию на интернет-площадке. Всего их около полусотни. Крупных, а значит самых надежных, наберется с десяток. Есть площадки, которые очень серьезные. Это Сбербанковская площадка, Сбербанковская, это площадка, например, российский аукционный дом. Но есть площадки меньше, а есть вообще площадки маленькие. Для совершения покупок понадобится электронная подпись. Ее обслуживание будет стоить в пределах 7 тысяч рублей в год. У торгов всего три этапа. Принять участие может любой и на любом этапе. Вначале идет аукцион, цена идет на повышение. То есть кто больше предложил, тот и победил. Если на аукцион не было ни одной заявки, то, соответственно, цена снижается по закону на 10%. И далее опять идет на повышение. То есть кто больше, тот и становится победителем. Но практика показывает, что 97% торгов идут на публички. То есть где цена падает, иногда на 70, 50, 70, иногда даже на 90%. Эти танхаусы, здания их три, продаются на публичных торгах и уже подешевели почти вдвое. Казалось бы, хороший повод купить. Но есть условия. Клиент должен оплатить покупку в короткий срок и в полном объеме. К тому же ипотеку и материнский капитал использовать не получится. Поэтому интересуются недвижимостью многие. А вот покупать не решаются, сетует Дмитрий Радыгин. Он банкрот. Сейчас приводит свой бывший участок в порядок. Говорит, скорее бы уже продать, да расплатиться с долгами. Наложен арест за полевой суммой 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей на одну часть вносил человек в долевое строительство. Я подписался, решил построить. Вот часть должна принадлежать ему. В сроке чуть-чуть не уложился. Нанесли арест на все имущество. Арестовано было 22 миллиона в общей сложности. Дмитрий изо всех сил убеждает. Не сдал дом инвестору вовремя. Из-за чиновничьей волокиты. Уж больно тянули с оформлением документов собственность. Мне не хватило трех дней. Потому что ушлый адвокат с той стороны нанес арест на все имущество. Когда мы накладывали арест, он уже зарегистрировал это право собственное. Она и ждала практически три года. То есть почти три года. В связи с тем, что у них были близкие отношения между собой. Но она все-таки надеялась на то, что он как порядочный человек, в общем-то, исполнил свои обещания. Тем более она знала, что дома, они были фактически построены. Только он не предпринимал никаких действий по передаче этих домов. По словам адвоката, кроме его клиентки, у Радыгина есть еще три кредитора. Выручка от продажи ему недвижимости должна максимально покрыть все долги. Правда, надежды на это мало. Ведь профессиональные брокеры на публичных торгах стремятся купить имущество за бесценок. И иногда ценник падает до одного рубля. Там цена снижается. Соответственно, можно купить с большим дисконтом. Намного ниже. То есть, как мы сейчас. Мы могли бы купить рыбу в магазине, но мы решили действовать гораздо тоньше. Для этого нужна подготовительная работа. Но рыба почти бесплатна. Да. Ну, не то, что бесплатна. Ну, конечно, нужно удочки купить. Ну, совершенно верно. Да, у нас наживка, у нас креветка. Это дороже, чем просто опарыши. Да, камбала рыба привередливая. На червяк льет неохотно, креветку ей подавай. Ну, не поймаем камбалу, хотя бы креветок поедим. На торгах, как и на рыбалке, самое сложное – ждать. В первом случае лучшие цены, во втором – клево. Наиболее популярные лоты на что клюет клиент, так скажем, больше всего? Ну, да, тут, как сказать, клиенты, конечно, хотят, всегда спрашивают, а есть машины. Но с машинами, как и с квартирами, возникает такая ситуация, скажем так, повышенная конкуренция. Выиграет тот, кто дает больше. И цена, получается, она обратно растет. И что-то не возвращается к стартовой цене на торгах. То есть, чем выше спрос на лот, тем меньше шансов купить его с большой скидкой. Да и вообще вероятность победы на таких торгах невелика. Крючка-то у нас два? Да. Не один сработает, так другой? Можно, кстати, и треть еще повесить. Но здесь два достаточно. А в вашей работе часто бывает так, что вы ведете два одинаковых лота, но примерно одинаковых, не один выстрелит, так другой? Для одного клиента. Для одного клиента. Может быть, да. Поехали! И еще из секретов, делится Дмитрий. Покупать надо такие объекты, выгода от перепродажи которых, на первый взгляд, кажется неочевидной. На этих 50 сотках еще недавно были развалены гаражей и груды строительного мусора. Инвестору вся покупка обошлась всего 800 тысяч рублей. Вместо того, чтобы расчистить территорию бульдозером, новый собственник аккуратно разобрал старинный кирпич, бетонные плиты, опоры и продал. Куплено за 800, продано за 2 миллиона. То есть инвестиции, по сути, отбились. Плюс, когда все было расчищено, соответственно, участок был поделен на маленькие участки. По 10-15 соток, чтобы можно было продать. Здесь такой принцип, мы делим больше на меньше. Купить любое имущество, квартиру, машину или даже землю за половину или даже 10% от его уроничной стоимости. Фантастикой, скажете вы. Отнюдь реальность, если речь идет о торгах по банкротству. Возник даже отдельный класс бизнесменов, которые покупают такие лоты, немного в них инвестируют и продают гораздо дороже. Зачастую для этого достаточно обычного мобильного телефона. Так что неважно даже, где вы находитесь. Здесь, в Калининграде? Или в глухой деревне, вдалеке от цивилизации. Главное, чтобы интернет был. Мы в селе Лебяжье. В 100 километрах от Казани. Удаленность от мегаполиса в Тимуру Пономареву не мешает участвовать в торгах по банкротству. Последнее приобретение на расстоянии – огромный грузовой кран Челябинской области. По фотографиям и по отчету, и по модели смотрел через интернет, что он там такой-то вес, такой-то балласт у него, то есть сколько металла. Созвонился, договорился, узнал прием, сколько, почем принимает. То есть на основании этого высчитал, сколько я могу заработать. Как правило, профессиональные брокеры заранее находят покупателя на собственность банкрота. Для этого выставляют в интернете объявления о продаже и следят, есть ли спрос. Основная сложность – имущество зачастую не новое, но бывают и приятные исключения. Попался один раз ЗИЛ-131 военный, 84-го года выпуска. Я боялся, конечно, что это очень-очень старое, оказался там совершенно новый-новый с консервацией. Что-то себе приспособил. Ну вот это что мы видим, это оттуда? Да, это она складывается, была наверху на крыше, то есть это палатка для ремонта в полевых условиях машины. Остальное распродал с прибылью в 70%. Ну, разве что еще кузнечную печь от ЗИЛа приспособил под мангал. Теперь на заднем дворе летними вечерами всей семьей жарят шашлык. Детей Диму и Костю из школы Тимур встречает на машине. Купил ее тоже на торгах со скидкой. Состоянием техники остался доволен, а главное – низкой ценой. Говорит, сэкономленные деньги пойдут на воспитание сыновей. У тебя, Димка, нормально. Сколько пятерок? Наклейку поставили? Ну, а тем временем мы с брокером Дмитрием Смеловым на берегу Балтийского моря ждем клюва. Ждем уже долго. Год и четыре месяца. Я вел один лот, это была земля сельхозназначения, 285 гектаров. И я ей занимался, 4 публички. Ту землю Дмитрий все же купил для клиента. А вот нам с уловом сегодня не повезло. Камбалу мы так и не поймали. Часто бывает так, что лот ушел. Если брать вот в этом году лоты, которыми я занимался, из них 95% было выиграно. Дмитрий сетует. Брокеров, как он, сами банкроты, как правило, недолюбливают. Называют охотниками за легкой наживой. Нет, вы неправильно все понимаете. На самом деле, всем от этого только хорошо. Потому что вот это имущество, оно же продастся. Эти деньги поступят в кредиторскую массу. И там оплата налогов, и закроются вот эти долги, закроются вот это, и вот эти деньги получат. И вот этому человеку спокойнее будет жить, понимаете? То есть вот по всей цепочке здесь всем будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok